мы добрались до атлантического океана после высокомерной севильи здесь конечно деревня деревня но чувствуем и себя здесь великолепно волны вода теплая ляпота ну что вспоминаем детство как мы шли вот по такой дороге из дома до речки или до озера ну а здесь до океана но дорога не поменялась она точно такая же состоящая из песка так что готовьтесь если вы хотите выезжать на океан в испании то не ожидайте никакого сервиса это будет вот такие дороги песочный берег где вам понадобится собственный зонтик так но мы успели заблудиться и вернуться слава богу определили что мы заблудились теперь мы идем другой дорогой так что здесь никаких указателей никаких направлений и по сути практически а вдалеке маяк таким обязательно подойдем поближе вот это вот все там океан вот такая вот испанская деревня прям деревня деревня мы это прочувствовали уже на себе конечно на побережье уже и бары рестораны это после термалина со конечно и после привычки к тому что все оборудовано все очень аккуратно все сделано по уму нет вспоминаю свое детство вот как-то так побережье стоят состоят из вот таких вот маленьких деревушек каких-то более где-то более красивых где-то менее красивых живут они за счет конечно туристического бизнеса потому что здесь в общем-то другого ничего нет ну кроме оливковых деревьев которые растут здесь повсеместно видимо делает оливковое масло практически половина в меню это тунец попробуйте его здесь он просто просто великолепный меня плохо слышно потому что вообще жизнь здесь на океане совершенно не та жесть которая семья или в гранате нет вот этой вот какой-то напыщенности все по-деревенски все просто не дешево пробуйте рыбу которую добывают именно здесь это будет в сто раз вкуснее как же я понимаю капитана нельсона который увидел всю эту красоту и ни за что не захотела давать ее наполеон именно здесь трофальгарской бухте произошло то самое сражение которое выиграли англичане капитан нельсон был ранен адмирал бельнев после поражения покончил жизнь самоубийством нельсон который не пользовался популярностью на родине из-за своей скандальной связи замужней леди гамильтон посмертно превратился в действительного национального героя и был при большом стечении народа с помпой погребен вестмистерском аббатстве капитан нельсон навсегда остался в девичьих сердцах как эталон смелости и отваги а британский плод стал ладычицей морей вплоть до второй мировой войны для испании трафальгар это национальная трагедия и о сражении здесь не говорят плохой тон мы около трафальгарского маяка в бухте перед входом в гибралтар где-то там наверху португалия впереди африка а рядом кабальера и страстные испанки это одна из деревушек на побережье от катиса до гибралтар километры пляжей маленькой рыболовной в прошлом деревеньке со своими отелями небольшими хостелами комнатами под сдачу это будет дороже чем в севилле или термолинусе минимум сервиса в нашей комнате за почти 150 за ночь с прекрасной террасы без завтрака не было даже фена видимо вид на трафальгарский маяк это половина цены передвигаться здесь реально только на машине и очень важно еда обращайте внимание есть ли завтрак хотя как правило обычно деревенский завтрак обойдется не больше чем 6 евро если хотите арендовать велосипед подумайте об этом заранее мы остановились за арест сразу отмечайте рестораны кафе где поесть или спрашивайте у хозяина хотя на побережье конечно не так как на средиземном но голодными не останетесь я маленькая лошадка вот такая вот вот таких вот с таким хвостиком около севильи и гранаты были действительно очень скудные такие пейзажи как и у ирвинга вашингтона и говорилось то есть скудные пейзажи не интересные какая-то растительность здесь все совсем иначе совет номер один если вы не хотите так же как мы после того как разведали где пляж искать зонтики и покрывал на которых лежать отдыхать то кроме полотенец и купальник позаботьтесь о зонтиках о стульчиках возможно и о ой что-то случилось надеюсь все нормально и обо всех удобствах на пляже иначе вам придется вот так вот до ближайшего большого магазина 11 километров ну зато конечно виды замечательные ой какая красота как я и обещала вблизи маяк трафальгар а вот там вход в гибралтар мы не так долго здесь отдыхаем мы сделали вывод что это для любителей такого полудикого образа жизни полудикого желание полудико отдохнуть там каяки вон они кстати серфы но не так много сервиса все не разграничено больше свободы уже из дома монтирую это видео я понимала насколько там было классно за почувствовать себя свободны именно туда серферы тут же семьи с маленькими детьми компании молодежи пары благородного возраста красивые мужчины с богоподобными торсами загорелые просто бесподобные женщины топлис километры и километры диких пляжей прекрасным песком и максимум свободы и удовольствия а еще океанский загар но это так как бонус я вам представляет что не на есть деревенский завтрак яйцо пожаренный хлеб с оливковым маслом и вот с таким вот перемолотыми томатами которые потом вот это вот все хлеб томаты и масло превращается в сальмарейхо просто и по-деревенски на этапе подготовки к путешествия я сомневалась стоит ли в поездку по андалузии вплетать океанской побережье без особых достопримечательностей и как это все будет посмотреться после гранады с ее величественной альхамбры после севильи но сейчас понимаю что без него картина была бы основательно искаженной